Обсуждение изменений, которые планируется внести в схему теплоснабжения округа, всегда проходит открыто. Собирается большое количество людей. Прежде всего, это специалисты двух организаций. Новоуральского филиала предприятия «Русатом. Инфраструктурные решения» и муниципального предприятия «Водогрейная котельная». Публичные слушания проводятся на основании постановления правительства Российской Федерации 22 февраля 2012 года номер 154 по требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. Информация о предмете публичных слушаний, месте, времени и дате их проведения, а также порядке ознакомления с материалами была размещена в средствах массовой информации городского округа, на официальном сайте администрации Новоуральского городского округа в сети интернет 6 мая 2022 года. Мнений звучит всегда очень много. Каждая из сторон доказывает правильность того или иного своего решения. При этом в состоявшихся публичных слушаниях участие приняли и представители общественности. Среди выступающих был и председатель общественной палаты округа Александр Зайцев. Объединяйтесь, делайте одно дело для конечного потребителя, для населения. Вы давайте там за дверьми разберитесь, какие коэффициенты применять, какую трубу открыть и что там в резерв вывести. И только докажите, что вот это самый лучший, оптимальный вариант. Золотая середина. А то получается, как лебедь, рак и щука. Такое впечатление, что мы в разных городах живем. Каждый свой мундир защищает и все. Мы создали рабочую группу. Мы готовы подставить свое плечо. Напомним, ранее общественная палата округа побывала с визитом на ТЭЦ и пообщалась с руководством филиала предприятия «Русатом инфраструктурное решение». По итогам встречи члены общественной палаты предложили инициировать круглый стол, в рамках которого стороны получат возможность обсудить ситуацию, а главное – найти компромиссное решение. Ведь сколько ни спорь, а страдает потребитель. Виктор Малышев, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.